Весовой категории до 97 килограммов. Добрый вечер, дорогие друзья, телезрители, болельщики и любители спорта. Говорит и показывает НВК Саха. Предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию первого соревновательного дня, седьмого по счету международного турнира по вольной борьбе среди юниоров в памяти легендарного человека, олимпийского чемпиона Романа Михайловича Дмитриева. Наступает пора начать вечернюю программу первого соревновательного дня. Это значит, нас ждут 10 очень интересных и захватывающих поединков. Все схватки будут проходить на ковре Б, то есть нам не придется, да, как в утренней программе. То есть мы увидим все схватки, которые приготовил нам турнир от конца первого заключительного дня. Затем, что будет происходить на якутском ковре в центре спортивной подготовки «Триумф», мы будем следить мы, я, Власий Сергеев, а также человек, повидавший в вольной борьбе абсолютно все, чемпион Советского Союза и Европы, заслуженный тренер России, судья международной категории Александр Иванович Матвеев. Спасибо. Ну что ж, небольшое у нас лирическое вступление, да, видимо, подготовили нам организаторы небольшую открывающую часть вечерней программы. Ну и символ, символ нашего турнира сейчас на ринге. И царит внутри центра спортивной подготовки «Триумф». Очень праздничная атмосфера, действительно праздник спорта. Как-никак седьмой уже по счету международный турнир, который стал трамплином для целого ряда звезд мирового ковра и многих-многих молодых людей, которые участвуют на этом турнире. В скором времени мы уже увидим на соревнованиях самого высокого уровня. Ну и стоит сказать, что некоторые уже успевают отличиться на взрослом ковре уже, да? Да, естественно. Ну что ж, давайте проанонсируем, да, то, что у нас будет происходить во время вечерней программы первого соревновательного дня. Десять, десять схваток. У нас будет восемь полуфинальных схваток и две схватки третьего круга весовой категории до 97 килограммов, которые открывают вечернюю программу. Сейчас на ковер «Б» выйдут Андрей Аронов, Республика Саха-Якутия, училище Олимпийского резерва имени Дмитрия Петровича Коркина. И против него выйдет Абдам Бетербиев, представитель Чеченской Республики. И первая схватка, которую мы увидим в рамках вечерней программы. Ну, а говоря, собственно, о турнире, да, стартовал он сегодня. Вчера знаменательная дата у нас была 7 марта. Исполнилось бы 70 лет легендарному человеку, внесшему неоценимый вклад в развитие вольной борьбы спорта в целом Республики Саха-Якутия. И сегодня праздничный день, международный женский день, у нас первый соревновательный день проходит. Приглашаем всех любителей спорта в Центр спортивной подготовки «Триумф». Видим, какая у нас тут атмосфера. Ну, а тех, кто не имеет возможности прийти и получить такие замечательные фотографии, предлагаем вашему вниманию нашу трансляцию. Будем работать мы на протяжении всех трех соревновательных дней. Ну, и сейчас на ковер повторно вызываются наши гости. Давайте сразу уточним, вот, ситуация, да, по весовой категории до 97 килограммов. Пообщался я с судьями до начала нашего эфира. Как мне объяснили, сказали, вот то, что две встречи пройдут. То есть у нас Аронов против Бетербиева. Потом у нас Верклет из США и Харатинян из Армении. И потом будет подсчет, и вскоре нам скажут результаты. Ну, и на ваших телеэкранах Андрей Аронов выходит. Ждем его соперника, ждем его соперника. А там Бетербиев. На ковре бы. Ну, и на ваших телеэкранах Адам Бетербиев. Да, у них круговая система, по итогам которой будет выявлен чемпион и призеры. Там американский борец вроде бы травмировался в утренней части. Да, говорят то, что все-таки... Травма серьезная. Травма и, скорее всего, он снялся с соревнований, но это мы узнаем после этой схватки. Итак, Андрей Аронов и Адам Бетербиев. Третий круг весовой категории до 97 килограммов. Поехали. Ну, они практически распределяют по круговой системе, идут встречи и выявят потом, кто больше одержал побед, качество побед и определиться место на пьедестале. Да, все абсолютно верно. Ну, чеченский борец очень физически сильный. С бородой выступают. Симпатичные ребята. Да, хорошее начало в исполнении Адама Бетербиева. Мне вообще нравится, когда в Якутске практически на всех соревнованиях начинают сначала тяжеловесы выступать, а завершают соревнования легковесы. Народу нравится. Больше всего представители Якутии в легких весах. И они откладывают на потом, на последние встречи, на заключение. И действительно они покажут красивую, температурную, техничную борьбу. Вишенка на торте, да? Да, 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 сверху вишенку. Ну что ж, 4-0. Впереди Адам Бетербиев. Ну, в этих весах очень большую роль играет физическая подготовка. И так чувствует Бетербиев физически посильнее, Воронова. И он его поддавливает. Ну, Воронова есть к чему стремиться. Да, наращивает физику, мышечный корсет и неплохой парень. Да, на кону... Вот арбитр очень внимательно наблюдает. Это Александр Виллисов с Москвы. Судья международной категории. Очень грамотный судья. И всегда спокойно ведет встречи. Не мешает борцам выявлять победителя. Это очень хорошее качество для судей. Не вмешивается. Дает побороться, не замедляет динамику. Да, да, да. Не мешает, как бы, да. Не мешает ребятам разбираться между собой. Но в то же время строго смотрит, наблюдает. Две с половиной минуты уже ребята разбираются. И по итогам этого времени все еще по-прежнему впереди. Адам со счетом 4-0. В самом дебите, да, встречи заработал? Или четыре очка? Да, в начале встречи. Ну, здесь, наверное, так неожиданности не должно быть. Хотя, если эта борьба может включиться, провести какой-то прием. В этой категории тоже ребята бывают техничные, бывают техничные. Но в основном, как бы, идет такая силовая подготовка на общую физическую подготовку, на выносливость. И кто лучше готов, кто-то побеждает. Не всегда, да, вот масса означает отсутствие техники. Вот первое действие. И четыре балла. Действие, которое принесло четыре балла Адаму. Но говоря об этой весовой категории, тут... Медаль оспаривают всего четыре спортсмена. Это, ну, как вы понимаете, Андрей Аронов, Адам Бетербеев. А также, а также... Из Армении-то. Да, Николай Харатунян, представитель команды Армении. И также борец из Соединенных Штатов Америки. Грегори Клифтон Керклетт. Вот он, вот этот американский спортсмен, он чемпион среди кадетов, да, чемпионера. Да, среди кадетов, победитель мира, да. Неплохой парень, очень неплохой парень, но, к сожалению, он травмировался. Да, ну, а вдруг, а вдруг решится выйти? Ну, может быть, он и выйдет. Посмотрим. Причем он выиграл, у Аронова он выиграл же. Да. Значит, он может в тройку войти. Да, после этой весовой категории, но, как вы поняли, дорогие друзья, мы идем по убывающей. Сначала посмотрим схватки веси до 97, потом до 86, 74 и так далее. Ну, и, как Александр Иванович уже прогнозировал, да, в самом конце мы насладимся схватками весовой категории до 57 килограммов, где сразу три представителя якутской школы борьбы выступят. Это большой успех, кстати говоря, вот так вот плотненько ребята борются, все встречи упорные, бал в бал идут всегда, вырываются на последних секундах победы. Интересно смотреть, красивую борьбу показывают. Что ж, меньше полутора минут остается, ситуация остается неизменной. Все еще впереди Адам. Ну, похоже, что они смирились со своим положением. Один выигрывает и становится чемпионом. Ааронов, кстати говоря. Ну, ждем активных действий от Андрея. Да, никаких действий нет. Надо бы взорваться пару раз, рискнуть. Время еще есть? Да, время. 53 секунды – это большой отрезок времени. Еще раз напоминаем, что это схватка третьего круга в весе до 97 килограммов. И у нас идет распределение итоговых позиций. И вот, ну что ж, Андрей, два бала. Вперед Ааронов. 2-4. Еще чуть больше 20. 20 секунд остается. Ну, там ничья не устраивает. Надо два наката делать. Да, и поднимаются борцы и 11 секунд. И последние секунды, и Адам, конечно… Ну, здесь люди ждут, когда закончится время. Вот, и победитель здесь ясно, кто. Да, 2-4 в этой схватке победу одержал Адам Бетербиев. Пронимает он поздравления, аплодисменты от местных любителей спорта, любителей вольной борьбы. На полуфинальной поединке в весовой категории до 97 килограммов приглашаются Даниэл Керплиер. Ну, и сейчас повторы прошедшей схватки. Вашему вниманию предлагает режиссер нашей телетрансляции. Вес 80. Во многом… А, 97 выйдет сейчас. Ну, вот сейчас мы узнаем. Во многом исход этой встречи решили именно… Ну, решили именно эти активные действия в самом дебюте встречи в исполнении Адама Бетербиева. Ну, и как бы Андрей Рунов не старался, победа осталась за представителем Чеченской Республики. Ну, что ж, уже прозвучало, да, приглашение спортсменов на ринг? Да, Табло уже тоже приглашает. И все-таки, все-таки, да. Жалко, что очень интересно. Да, Даниэль Керплиер все-таки не смог продолжить борьбу. И победителем в этой схватке ввиду невозможности явки соперника становится Николай Харутинян. И с командой Армении. Дорогие друзья, сейчас мы прервемся на короткую рекламную паузу, после которой продолжим просмотр вечерней программы первого соревновательного дня. Не переключайтесь. С удовольствием продолжаем наблюдать за ходом вечерней программы первого соревновательного дня седьмого турнира по вольной борьбе среди юниоров в памяти олимпийского чемпионата. Иона Романа Дмитриева. Перед тем, как уйти на короткий перерыв, мы уже сказали, что Даниэль Кверплет не смог выйти на ковер. Таким образом, Харутиняна выиграл. В скором времени нам судейский корпус объявит итоги состязания по круговой системе весовой категории до 97. Ну а сейчас мы уже перешли к весовой категории до 86 килограммов перед вами. В красном трико Константин Пшеничников, представитель России, команда России и его соперник в синем трико Алексей Пархоменко из Республики Беларусь. Пшеничников сейчас пассивничает, головой нельзя опираться. Грудь это пассивно, но отсюда нашел свой вариант. Сейчас становится 5-0 в пользу Пшеничникова. В этой весовой категории у нас борьбу за медали вели 9 участников. Константин Пшеничников в предыдущей схватке был сильнее Батмагнаем Энхтуршина из Монголии. Ну а Алексей Пархоменко одолел Мухаммад Расул Рахимова из Узбекистана. На стадии квалификации оба спортсмена отдыхали и таким образом это у них уже... Ну вторая, да? Вторая схватка. Третья, наверное. Нет, на квалификации оба спортсмена отдыхали. А, они отдыхали. И на кону выход в финал. Ух ты! Еще одно красивое действие в исполнении Пшеничникова приносит. Ему очередные баллы. Счет 7-0 становится. Крепкие ребята, но Пшеничников так тоже спокойно-спокойно разбирается с белорусским атлетом. И подходит к концу первый период этой полуфинальной встречи. На всякий случай напомним, да? Потому что предыдущие схватки это третий круг, ладно? А сейчас уже полуфиналы. В следующей встрече тоже будет за выход в финал. Они... Полуфинальные встречи, как правило, очень упорные и красивые. Потому что люди бьются за выход в финал. Кто проиграет, уже будет оспаривать только бронжи. Ну и, как мы уже говорили, да, утренняя программа на кону ставит не только медали, но и приличные призовые. Общий призовой фонд турниров составляет сумму. Да, борьба за денежные знаки. 2 миллиона 400 тысяч рублей. Но это не главное, конечно же. Это не главное. Это просто такой хороший дополнительный стимул. Да, да, да. Подмога такая. Итак, второй период. Полуфинальные встречи. Константин Пшеничников и против него Алексей Пархоменко. 7-0 представитель России. В первом периоде обеспечил себе комфортное преимущество. Вот еще один балл. Еще один балл, да. 8-0. И близко-близко Пшеничников к финалу подошел уже. Да, все ближе и ближе. И не похоже, что белорусские спортсмены догонят. Хотя, сейчас посмотрим. Нет, балл. Это один балл. Отыграл. Время есть еще. Все в борьбе бывает. 7 баллов разница. А что, не дали балл? Не получилось провести бросок, но тем не менее, один балл. Нет, выход, за выход. А, дали. То есть у нас еще. Вот. Активизировался Алексей. Вот видите, завязка. Интересная завязка. Из партера вышел. Наверх. Пшеничников и продолжает. В партере бороться. Вот два балла. Два балла, да. 10-1. Они показали. Поднимаются борцы. Да, один балл нужен, чтобы встреча остановилась. Был объявлен победитель. Задышали, задышали оба спортсмена. Ну, тот, кто 10 баллов в Шеничку выиграет, он может задышать. А белорусский особенно. Вот, пожалуйста. Все. Встреча закончилась. 11-1. С таким итогом. Да, один финалист определился. Да, мы видим очень сильно, конечно, расстрелился Алексей Пархоменко. Ну, и поздравляем мы Константина Пшеничникова. Выходит он в финал. И завтра он будет бороться за золото. Победу одержал Константин Пшеничников в России. Поздравляем еще раз Константина. Ну, Алексею мы желаем удачи в следующих стартах. На полуфинальный поединок в весовой категории до 86 килограммов приглашаются. Саграм, Исаев, Россия. Видим, да, вот очень много сил оставил Константин Пшеничников на ковре. Он вышел в сезду, да. Ну, он выложился, выиграл 11 баллов. Тоже тяжело. За выход в финал бороться, выиграть один из баллов. Надо работать. Что он и сделал. Очень, очень грамотно использовал ошибки белорусского борца. Очень уверенную борьбу продемонстрировал Пшеничников. И у Константина будет один день, да, чтобы остановить силы. Одна ночь. Одна ночь, да. Если быть точнее. И завтра уже со свежими мыслями и силами вступить в борьбу. Да, вот с одним из победителей, в смысле с одним из этих, из этой пары. Да, как раз сейчас будет выявляться соперник по финалу Константина. А тоже белорусский, да. Два белоруса выходят, и два россиянина спорят за выход в финал. Кстати, да. Ну, мы видим то, что Саграф Исаев уже на ковре, а вот представитель Беларуси, да. Есть, да? Прибежал. Да, ну так, чисто внешне Исаев помощнее, но это как бы ничего не значит. Итак, Саграф Исаев и Ярослав Ятковский. Снова весовая категория до 86, и снова соперничество России и Беларуси. Здорово прошел в ноги. Да. Саграф Исаев. Очень легко она встает, выходит наверх. Два балла. Записывает свой актив представитель команды сборной России. Ну, физически он видно, что превосходит белорусского борца. Ярославу 19 лет тренер. Польши в квалификации. Начал он свое выступление на этом турнире с квалификации, где победил Алана Габуева из Красноярского края. То есть, для Ярослава это уже третья схватка. Ну, а для Саграба это вторая. Ну, это... Как это скажется... Жебель слепой, да. Да. Так получилось, что он на одну встречу правил. Ну, как правило, борцы выносливые. И... Одной встречи больше, одной меньше, там как бы особого значения не имеет. Хотя, когда тяжелые встречи идут, то можно нагрузиться и... Может сказаться. Может в итоге сказаться, да. Просто время было восстановиться сейчас. Они отдыхали после утренней программы. Я думаю, что восстановились, наверное, тренеры позаботились. Еще два балла в свой актив записал Исаев. И счет становится 4-0. Две минуты отборолись спортсмены. Вот тренеры даже подсказывают, нужна атака. Мелорус как бы поактивнее, он занимает центр. А Исаев... Вот что-то показывает. Пальцы. Пальцы трогать нельзя. Можно получить замечание, потом предупреждение. 20 секунд остается. Тоже... Немножко осторожничает Исаев. У меня такое ощущение, что он осторожничает. Спокойно доводит. Но я видел в предварительной встрече, что он к концу встречи уставал. Может быть, это может сказаться, потому что белорусский парень так спокойненько двигается и поддавливает. Может, именно с расчетом на это. Ну, в первом периоде белорусский спортсмен свой актив не дописал результативных действий. Посмотрим, что будет во втором отрезке. Ну, а счет у нас по-прежнему 4-0 в пользу Исаева. Ну, сейчас начинается второй период. Посмотрим, кто будет в финале. Итак, второй период. Ну, поактивнее. Исаев много обращается к орбитову. Не надо. Надо бороться. Сосредоточиться только на сопернике. Нарушение. Был предупрежден. Пальцы брал. Он продолжает врать. И за это получает бал. Теперь предупрежден. Олимпийский чемпион 1964 года. Заслуженный мастерского национального сета. Других Романа Михайловича Дмитриева. Ну и таким образом. Уговорил арбитра. Да. Чемпион и призер Олимпийских игр. Ну что ж, минуту отборолись. Чемпион мира. Семикратный чемпион Европы. Единственный борец-мужчина. Обладатель десяти наградов чемпионата. И еще один балл свой актив записывает. Валентина Иордана. Да, и у нас приветствует Валентина Иордана. Легенда мира борьбы. А это Владислав Стецик из Польши. Серебряный призер Олимпийских игр. Серебряный призер чемпионата мира. Шестикратный бронзовый призер чемпионата Европы. Десятикратный чемпион Польши. Ну, у нас очень много почетных гостей на турнире. В том числе и Александр Иваницкий. Чемпион и призер чемпионатов Советского Союза по вольной борьбе. Также и чемпион он СССР по самбо. Многократный, четырехкратный чемпион мира, если быть точнее, по вольной борьбе. Олимпийский чемпион 1964 года. Вот такие у нас замечательные гости. Это не весь список. Да, там смотрю, Павел Павлович Пенигин сидит, мой друг соперник. Его не представили как своего почему-то. Вот Саша Иванов, да. Хороший там президиум. Да, и... Походу, наверное, еще представит. Думаю, да. 45 секунд остается до конца этой встречи. И Исаев близок к досрочному завершению. Восемь ноль. Сейчас берется, да, все. Да, два балла. Десять ноль. Задавил он физикой. Да, вот и... Вот и Павел Павлович. Павел Павлович Пенигин. С Иордановым беседует. Сейчас, да, видимо, обсуждают итоги этой сладки. Ну что ж, Исаев принимает поздравления. И таким образом он... Саграт Исаев завтра встретится в финале весовой категории до 86 килограммов с Константином Пшеничниковым. Что выступление мы видели раньше. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы вновь прервемся на короткую рекламную пауду, после которой мы вернемся и продолжим просмотр полуфинальных схваток. Так что, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Дорогие телезрители, продолжаем мы с большим удовольствием наблюдать за схватками вечерней программы первого соревновательного дня нашего турнира. И сейчас на ковре первая пара полуфиналистов весовой категории до 74 килограммов. В красном трико Дмитрий Куприн, Россия. И против него также представитель команды сборной России Адам Юсупов. Определили мы уже финалистов весовой категории до 86 килограммов. Константин Пшеничников и Сагра Писаев. Завтра будут бороться за золото. И сейчас мы уже в весе до 74 узнаем имя. Ну, в скором времени узнаем имя финалиста из этой пары. Ну, что ж, у нас 1-0 счета в пользу Ясупова. Это было предупреждение за пассивность. Вот. Вот там подсказывают. Сейчас не успеют дать в конце. Вот надо... Два балла. Неудачно атаково. Еще два балла. Вот борьба веселей стала все-таки. Результативная концовка периода получилась в исполнении Куприна. Да. Не обдуманно Ясупов пошел к ноге. Без подготовки прошел. Куприн защитился. Слезал два балла. Накатил. Молодец парень. Это всегда так бывает. Тактически неправильно. Вот, Ясупов, выигрываешься балл. Зачем тебе атаковать? Вот, просто прыгнул к пятке. Неудачно, видите, в повторе. Купил правильно защитился. Отдосил ножку, доборолся. Спокойно, спокойно. Причем берет завал. Уверен. Ну и следом еще накат. И 4-1. 4-1. Теперь надо бороться уже Исупову, думать, как находить. В предыдущей схватке на стадии 1-4 финала Дмитрий Куприн, напомним, выиграл у Ренчина Мангуша, представителя республики Тыва. Ну а Адам Юсупов был сильнее Ставроса Алявизоса. Гречески, да. Да, представителя сборной команды Греции. Ну, уже в первый день, да, мы могли заметить то, что широка география турнира. Опа, это два балла уже. Два балла отыграл. Ну, так же надо спокойно работать. Четко проходить. Есть чем бороться. Почему? Не использую, да? Да. Ну, что ж, сократил, да? Отставание в счете заметно. 3-4. А это значит, что борьба будет еще интереснее. Ну, и впереди целых две минуты. Да. За две минуты. Балл. Вот, вот, вот. Куприн, молодец. Ой, ехать. Балл. 5-3 стал. Да, 5-3. Ну, теперь Юсупову надо два балла находить, чтобы 5-5 стал счет. По последнему техническому действию он может выиграть. А так, преимущество укуплено. Надо активизироваться, да. Просто так никто, ну, сейчас красный начал посильничать опять, удерживать счет. Но он правильно действует. Аккуратно. Но здесь надо более активно Юсупову быть, конечно. Что он и делает. Ну, неправильно прошел. Голову опустил. Минута остается до конца этой встречи. И Юсупов продолжает атаковать, пытаться отыграться. Но пока не получается. И вот теперь уже шанс мог предстать для Куприна. Куприна стоит в центре, так, в общем-то, не видно, что он там очень... Вот. Ну, здорово прошел. Здорово он поймал на атаке Юсупова. Сделал счет 7-3. Да, и еще сейчас был. Растяжка очень правильно сел. На растяжку и два балла еще выиграли, да. Ну, просто, просто держит. Держит в опасном положении. Даже не обязательно его ложить. Просто его держит, время убивает. Да, и последние секунды. Да. Очень грамотно Куприна разобрался. Очень грамотно. Понравилось выступление Куприна, собравшейся публике. Ну, и Дмитрий Куприн. Он становится первым финалистом весовой категории до 74 килограммов. На полуфинальные поединки весовой категории до 74 килограммов. Приглашаю. Поиграл. Ну, что же, дорогие друзья, сейчас, после короткой рекламной паузы, мы продолжим просмотр вечерней программы. Дорогие друзья, с вами вновь национально обещательная компания Саха. И сейчас мы посмотрим повтор. Стремительно довершилась эта схватка. Батардене Бьямбасурен не оставил шансов своему сопернику из Казахстана. Дилхана Амирханали за 55 секунд набрал 10 баллов. Да, 10 баллов. Здесь очень красивый и мощный. Все монголы мощный парень и красивый. Все правильно сделал. За 20, за 28 секунд 8 баллов набрал. Да, вот здесь прекрасный бросок. Ну, здесь разница в классе сказывается так немножко. Хотя, если он приехал в Казахстан, в Казахстан, там хорошие соперники наверняка есть. Вес 74 килограмма. Ну, что ж, мы идем дальше. Это весовая категория уже до 65 килограммов. Перед вами в красном, в красном трико. Алексей Данилов, член сборной республики Саха-Якутия. Представитель Санитарской специализированной школы-интерната Олимпийского резерва. И против него Муслим Сайтулаев. Один из лидеров, да, как мы отмечали, в этой весовой категории из Чеченской республики. Ну и еще пару слов, да, о предыдущей... Так, Муслим сейчас в атаке. Да, берет. Мощно, да. Два балла. Данилов пока в защите, собеваясь сверху. Да, вот, и в двух словах о весовой категории до 74 килограммов Дмитрий Куфрин. Таким образом, в финале встретится с Батардене Бьямбасуреном. Очень интересная финальная пара. Ну, а сейчас мы продолжаем смотреть за выявлением финалиста весовой категории до 65 килограммов. Ну, естественно, собравшиеся болельщики, любители спорта, всеми силами поддерживают Алексея. И это правильно. Своих надо поддерживать. Хотя два россияне, но... Ну, Задулаев очень неплохо. Еще два балла. Разница в классе как бы чувствуется немного. Вот, очень спокойно переводит и спокойно катит. Да, счет уже становится 6-0. Следующий поединок тоже будет очень интересный там, по-моему. Данилов помоложе. Какого года Данилов, что ли? Алексей Данилов, двухтысячного года рождения. Посуду, да? 99-го, на один год старше будет. Да. Мыслим. 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 23 секунды до конца первого периода. Мыслим обеспечил себе преимущество в 6 очков. Да, комфортное преимущество для выхода в финал, да? Да, в данный момент, конечно, ближе к финалу Муслим. Впереди еще второй период. Завершается первый период. И спортсмены идут восстанавливать свои силы. Алексей Данилов в 1-4 финала был сильнее Димитара Ангелова из Болгарии. А еще раньше на стадии 1-8 он выиграл у сокомандника Петра Гоголева из сборной Северо-Восточного федерального университета. Ну, а Муслим Сайдулаев сначала выиграл у Николая Чемборисова. Ну, а на стадии 1-4 был сильнее представителя Польши Якуба Карл-Гжегуша. Ну, Данилов, по-моему, я что-то помню, он проигрывал и выигрывал у Болгарина, да? Данилов выиграл у Болгарина на предыдущей стадии в четвертьфинале. Ну, там была такая встреча интересная, что-то я здесь припоминаю. Ну, пальцы берут все время, пальцы это сревато могут дать бедопреждение. Садулаев тоже караулит сейчас уже 6-0, не рискует, потихонечку приближается к финалу. Да, слышим мы звуки гудков и клаксоны шумят. Подбадривает, да, Данилов? Да, но... Зрители его удушевляют, как всегда. Требует. Требует активных действий. Садулаев закрыт, очень... Вот, видите, он закрыт и оттуда хорошо очень атакует. Да, 8-0. 8-0 и 10-0, да. Выждал момент очень грамотно. Выждал момент, перевел в партер и накатил. Да, Муслим... Муслим Сайдулаев становится финалистом в весовой категории до 65 килограммов. Представитель чеченской команды выходит победителем из этого противостояния. На полуфинальной поединок в весовой категории до 65 килограммов приглашаются Николай Грахмес, Молдова, Курман, Шираев, Россия. Красилую победу одержал Муслим. А сейчас тоже будет хорошая встреча. Как там из Камрада борется Молдавая? Николай, по-моему, будет. Да, перед вами сейчас выступят Николай Громес. Молдавия и Курман Шираев. Кстати, вот, да, по ходу утренней программы мы с вами, вот, Александр Иванович, говорили о том, что когда-нибудь, да, не встретится, да, вот, Муслим и Курман. Ну, тут когда-нибудь, да, сейчас есть шанс встретиться. Муслим уже вышел, Курман на старте. Ну, финальная встреча будет завтра очень интересной. Если, если выйдет так, я заранее говорю уже, ну, мне кажется, немножко он посильнее молдавского атлета. Приводит ковер в порядок. Главное, чтобы протереть, как следует, чтобы ребята не подскользнулись. Завтра, дорогие друзья, кстати, программа у нас аналогичная, то есть в 10 утра начинается утренняя программа и продлится она, ну, до двух, до трех часов. Потом опять будет перерыв и в 17.00 у нас состоится торжественная церемония открытия турнира. Уверен, что организаторы подготовили очень красочное и интересное шоу, после которого в 18.00 мы приступим к просмотру вечерней программы. Дорогие друзья, следите за ходом соревнований вместе с нами на канале НВК «Саха». Ну и Мамонт, конечно, дорогие друзья. И давайте следить внимательно за этой схваткой. Николай Громес из Молдовы и Курбан Шираев из Дагестана. Шираев поактивнее, вот, зарабатывает замечание, получает замечание, говорит, с красным трюком. Шираев поактивнее, поактивнее. Вот, это Николай из Молдавии. Курбан Шираев. Курбану 19 лет представляет училище Олимпийского резерва Батырова, мастер спорта России. Борьбой занимается 7 лет под руководством Магомеда Гусейнова, Дагира Алиима. Вот, очень хорошо. Проход в Даге получился? Да, в боку прошел очень хорошо. Оценки еще нет, но, видимо, сейчас будет. Так оно и есть. Два балла записывает свой актив Курбан. Я думаю, наши прогнозы оправдаются. Будет эта встреча. В финале. Да, с Айдулаевым. Очень спокойно себя ведет он. Победитель этой схватки, мы уже сказали, да, завтра в рамках главной встречи этой весовой категории встретится с Муслимом Сайдулаевым. Ну, а после этой схватки мы приступим к просмотру полуфинала весовой категории до 57 килограммов. И, как мы уже говорили в начале трансляции вечерней программы, в полуфиналах этой весовой категории, я все еще про категорию до 57, выступят сразу три представителя Якутской школы борьбы. Трибуна оживут, трибуна оживут. Это здорово, мне нравится, когда болельщики поддерживают спортсмена. Грамотно поддерживают. Завершается первый период. Сочетан 2-0 в пользу Курбана Шираева. Я думал, будет чуть побольше, так аккуратно Курбан ведет встречу. Ну, в принципе, правильно делает борьба за выход в финал. Надо ошибок не совершать. Без лишнего риска. Да, да, да. Очень грамотно сделал боковой проход и спокойно переводит. Спортсмен из Болдавии вниз в парк. Получает за это два выигрыша и балла. И опять аккуратно пытается сделать крестный заход. Не получилось. Причился второй период. Представляет училище Олимпийского резерва. Итак, второй период, дорогие друзья, поехали. Магомеда Гусейнова он тренируется. Второе место. Ну и вот второй период, по итогам которого мы узнаем второго финалиста. И как мы уже говорили по ходу сегодняшнего соревновательного дня, в прошлом году на турнире Аланы, как раз таки вот Курбан Шираев встречался с Муслимом Сайдулаевым в финале этого турнира. И может случиться так, что завтра на турнире памяти Романа Дмитриева будет повторение этого противостояния. Ну, по крайней мере, в данный момент, да, ближе к этому Курбану. Ну, подсказывает секундант Курбанов, чтобы активнее работал. Он слишком академично, так спокойно доводит встречу. Ну, может, правильно, не рискует. Когда человек рискует, может ошибиться, может травму получить. А здесь он спокойно, спокойно. 5-0 ведет. Сейчас еще, видимо, два балла возьмет. Да. Да, еще два балла. Ну, методично и спокойненько, да? Да, доводит встречу до победы. И, видимо, он уже думает, хотя это нельзя делать, но он уже в финале, наверное. Да, и мы, по ходу, еще, конечно же, с сегодняшнего дня и говорили о том, что еще и Курбан Шираев на все том же турнире Аланы удивил, да, любителей спорта, выиграв у начинного кулера и Виктора Рассадина. Да. Это классные борцы. И у Куа, и Витя Рассадина, я за него, я ему так симпатизирую всегда кулеру. И мне нравится, как он борется. Я помню его финальную встречу в Ингушетии на России. Проиграл тогда, ввел до последних секунд, секунд 10 или 12 оставалось, что-то он выигрывал в Рашидово. И в самой концовке проиграл решающий балл Рассадин. И вот у него Шираев выиграл Рассадин, он тоже молодец. Ну и вот видим то, что Курбан Шираев выходит. Да. Выходит в финал и все-таки будет этот финал. Будет очень интересный финал. В схватке за золото Курбан Шираев завтра встретится с Муслимом Сайдулаевым из Чечни. Очень уверенная победа Курбана. И принимает поздравления представители Дагестана. Приглашается Петр Капылов, Амир Чанцын. Ну и завтра Курбан Шираев оспорит золото. Седьмого турнира памяти Романа Дмитриева оспорит золото. Турнир с Муслимом Сайдулаевым. Очень интересная встреча нас с вами ждет. Ну а режиссер теле-трансляции предлагает нам повтор. С того, как методично и очень грамотно Курбан разобрался в этой полуфинальной встрече. Очень спокойно. Ну это говорит о классе уже. Потому что он боролся с парнем, в общем-то и не слабым, призер мира по кадетам. Ну и приступаем к полуфинальным схваткам весовой категории до 57 килограммов. Перед вами красным трикопом Петр Капылов, Республика Сахай-Якутия, училище Олимпийского резерва имени Дмитрия Петровича Коркина. И его соперник Амир Чамзин. Это Тувинский парень? Да, представитель Республики Тыва. Тувинцы хорошо себя зарекомендовали. Наверное, такие бойцы сильные, жесткие, достаточно техничные. Капылову придется поработать, чтобы порадовать своих болельщиков. Да, Петр Капылов победитель первенства мира и Европы. В предыдущей схватке на стадии четвертьфинала сошелся он со своим братом Алексеем. И встреча закончилась со счетом 10-0 в пользу Пети. Там много сил не затратил, да? Ну, я думаю, что там они определили, кто из них посильнее. И прошел очень хорошая была завязка. Сумбурная, правда, но безрезультативно. Закончилась безрезультативно. Ну, а Чан Зин тоже настроен решительно. Безусловно. Упорная встреча будет. До последних секунд она будет упорная, видимо. Ну, и скандируют болельщики Петя Петя. Бал присуждается за пассивность. Бал присуждается в пользу Петра Капылова. Кандидат мастера спорта в борьбе 7 лет. Амир Чаксин. Итак. Сейчас арбитр, судьи будут определять, кто из них. Опа! Здорово! Очень, очень хорошо. Поймал пяточку. Выиграл так нужные эти два балла. Публика в восторге. Это самое главное. Так становятся любимцами публики, да? Да, конечно. Побеждая перед своими болельщиками. Да и нейтральными тоже, да? Ну, да. 3-0. И 30 секунд до конца первого периода. Очень хорошо делают ложные атаки. Очень хорошо. Это очень важно. Когда спортсмен делает ложные движения, противник устает от этих ложных движений. Потом, когда самый неподходящий момент, пропускает. Вот примерно как здесь сейчас получилось. Тоже пошел атаковать. Уже сказывается усталость. Ах, не успел. Не успел. Вот здесь надо было бы немножко... Ну, может быть, он не видел, что там... Не почувствовал, что время уже мало. Надо было здесь выложиться. Все-таки 5 баллов. Это уже большое преимущество в полуфинале. Вот здесь вот. Вот такие вот ложные движения. Да, да, да. На них, конечно же, спортсмен реагирует. Это не проходит бесследно. Конечно, это сказывается в последних секундах встречи. Ничто на земле не проходит бесследно. И так, второй период. Впереди Петр Копылов. 3-0. И нас с вами ждут 3 минуты, по итогам которых мы узнаем имя финалиста в весовой категории до 57 килограммов. Вот, 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 вот. Опа! На коленях они стояли. Они стояли на коленях. Это не бал. Все правильно. Ну, Амир Чамзин, конечно же, конечно же, будет искать возможности. Вот. Ой, как хорошо он. Как он хорошо. О-о-о-о. Там было 2-2 вообще. 2-2, да. Дали 2-2, да. Было 2-2. Так. Ну да, сейчас представители. Ну, сейчас покажут. Там первое движение было 2-2. Да, вот, Решат показывает, что 2-2. Что показали? 5-2. Правильно, все правильно. 5-2. Не надо стучать. Справедливость восторжествует. И Петр Копылов впереди. За счетом 5-2. И тут... Он накрылся, но он сделал, провел первое действие, 2 балла. И повредил ухо там. Да, нужно остановить кровотечение. А потом чуть-чуть накрылся. Вот даже мы сейчас увидим, наверное. Вот он ушел, бросил 2 балла, да. И потом вернулся. Здесь накрылся, он задержался. Но это борьба. Ну, суди быстро оценили эту ситуацию. И, о-о-о. И Чубочин взорвался. 4-5. Да, очень дровно. Накрыл, накрыл, накрыл. И балл. Вот сейчас балл нужно давать. Синий носок. Он накрыл его. Туринские спортсмены, представители пропускают. После двух баллов, когда выходишь наверх, уже балл давать. Пропустили. Ну, и никто не реагирует. Никто не кидает, Алексеевич. Ну, ладно. 7-5. Счет в пользу Петра Копунова. 7-5. Вот мы потом посмотрим в повторе. Класс. Поспорим. Когда будут показывать? Обязательно. Обрати внимание. И минута, и 20 секунд остается до конца. Еще очень много времени. Да. Чинзин воодушевился. Почувствовал, что может. Вот. Будет атаковать. Копылову надо сейчас отвечать. Да. Вот молодец тоже. Вовремя взрывается. Молодец. Здорово. Молодец. Молодец, Петр. Да. Ногу, ногу так нельзя делать. Вовремя он взял эти два балла. Так было бы тяжело. Да, 9-5 пользу он Копылова за 48 секунд до конца этой схватки. Ну, сколько сил осталось у Амира. Посмотрим. 25 секунд. Это балл с предупреждением, да. 9-6. Ну что ж, и 15 секунд. Только бросок спасает. Туинского атлета. Только один вариант. Да. Или перевод, да как. Последние секунды. Да, да, да. Надо терпеть. И все. Все, он выиграл. Молодец. Очень хорошая встреча. Не зря оставляют ее. В конце соревнований. Такие встречи. Петр Копылов принимает поздравления. 9-6. И представители. Республики Саха-Яхотия выходит в финал. Сейчас посмотрим по втору. Там мне интересно это положение. Плюс как для судейства. Молодец, Петр. Очень же тоже хорошо отборолся. Айсен Финакуров. Михаил Васильев. Ну и Петр. Благодарит Рибона за поддержку. Поблагодарил, да. Своих болельщиков. Молодец. Довольный. Будет готовить. Вот сейчас будем смотреть. Раз. Это все ясно здесь. О. Ну, а очень интересно напряженная схватка получилась. Чувствовалось напряжение. Да, 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 да. Ну и, конечно же, все, да, были на эмоциях. Борются. Тоже борются. Каждый зритель. Вот железные два балла. Накрывание. Но это все... Это в первом периоде все. Ну, еще раз поздравляем. Не дали нам посмотреть. Да, Петя Капулова. Ну, началась у нас уже заключительная встреча, дорогие друзья. Это последняя встреча, да? Да, очень быстро. Очень быстро, незаметно, да? Да, пролетела. Когда интересная борьба, незаметно время проходит. Ну, что ж, и по итогам вот этой вот встречи мы узнаем соперника по финалу Петя Капулова. Перед вами в красном трико Айсен Винокуров. И, соответственно, сегодня Михаил Васильев. Оба представляют республику Саха-Якутия. Ну, что ж, и можно уже говорить то, что нас ждет завтра якутский финал весовой категории до 57 килограммов. И, ну, также можно тренерский штаб нашей команды смело поздравлять с золотом и серебром, соответственно. А, и за бронзу надо еще бороться. Ну, давайте смотреть, а что же из этого получится. Кто же будет противостоять, соперничать с Петей Капуловым в финале весовой категории до 57 килограммов? Ну, заключительная эта схватка, ну, и так как остается, да, мало времени, да. Кстати, Винокуров и Васильев, они тоже до полуфинала очень интересные встречи, борьбу показывали. И между собой они так достойно борются за выход в финал. Должна быть интересная борьба. Оп, и вот, пошла вот эта самая интересная борьба. Да. Сейчас становится 3-0 в пользу Винокурова. Ну, что ж, дорогие друзья. Последняя схватка сегодняшнего, ну, первого соревновательного дня. Завтра, завтра работаем по такому же расписанию. С 10 начинается утренняя программа. И вечером в 5 церемония, торжественная церемония открытия от турнира. И вечерняя программа стартует ровно в 18.00 по якутскому времени. Завтра мы узнаем победителей и призеров от весовых категорий, которые, спортсмены, спортсмены, которые выступали сегодня в рамках первого соревновательного дня. Это до 97, 86, 74, 65, 57 килограммов. Ну, это последние секунды первого периода. Да, один период уверенно, можно сказать, уверенно выиграл Винокуров. Да, со счетом 3-0 ведет Айсен. И давайте посмотрим повторы. Вот здесь очень жесткий захват и четкий переворот. Васильев не ожидал, наверное, я так думаю. Хотя они, наверное, вместе тренируются. Должен был знать, что он это делает. Но сделал хорошо. Ну что, спортсмены возвращаются на ковер. И по истечению последующих трех минут мы уже будем знать весь список финалистов, которые завтра оспорят награды высшего достоинства седьмого турнира на памяти Романа Дмитриева. Вот за кого-то болеет. Ну, я думаю, да, вот в зале сейчас найдутся и те, кто поддерживает и Михаила, так и Айсена. Да, 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 разделились. А это здорово, когда борются свои ребята. Ползала болеет за красного, ползала болеет за синего. Интересно. Ну что ж, что же... А придумывает за оставшиеся две минуты Михаил Васильев. Васильеву надо атаковать, чтобы придумывать здесь уже. Делать активизацию борьбы. Ну, Винокуров руками хорошо блокирует и двигается хорошо. Не дает сосредоточиться. Взбивает все атаки от Васильева. Продергивает. Вот, здорово. Дошел до ноги, сейчас что-то будет. Время еще есть. Требал это... Вот, раз. Два балла синий. Красного дали, да? Да, 5-0. Задача усложнилась. Итак, чуть больше минуты до конца этой встречи. Наканул выход в финал. Васильев должен более активно начать действовать. Меньше минуты осталось бороться. И должен предпринять более конкретные действия. Слунги, проходы, вот, да. Так, 5-0 не отыграешь. Как он борется. Ну, Иинокуров мне нравится. Он фехтует очень хорошо руками. Руками как бы блокирует, не подпускает к себе. Вот, пальчиками трясут там. Ноги неплохо защищает и контролирует. Васильев не может дойти даже. Вот. Видите, не может дойти. Ну, сейчас по силе еще немножко побежал. Да, правильно. Один балл. Один балл в дали с предупреждением. Ну, это чисто тактический уход такой. Он специально не борется. 8 секунд осталось. И последний секунд. Вот два балла. Без оценки остается это последнее действие. И 5-1. Могут и дать два балла. Но они ничего не решают. Даже если дадут эти два балла, ничего. Победа, да? Вот достается Айсену Винокурову. Ну, и поздравление принимает Айсен Винокуров. Ну, что ж, еще раз поздравляем Айсена Винокурова с успехом. Ну, что ж, дорогие друзья, у нас стал известен весь список финалистов. И таким образом завтра в рамках финала весовой категории до 86 килограммов встретятся Константин Пшеничников и Саграб Исаев. Константин у нас представляет Кемерово с Саграб Дагестан. В весе до 74 золота спорят Батардене Бьямбасурен из Монголии и еще один представитель Кемерова Дмитрий Куприн. Дорогие друзья, в весе до 65 у нас состоится финал между Муслимом Сайдулаевым из Чечни и Курбаном Шираевым из Дагестана. Ну, и завтра в весе до 57 килограммов якутский финал Петр Копылов против Айсена Винокурова. Чье победное выступление мы смотрим только что вот на ваших телеэкранах в замедленном действии. Ну что ж, дорогие друзья, таким получился первый соревновательный день, седьмого по счету международного турнира по вольной борьбе среди юниоров в памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева. Завтра мы начинаем трансляцию утренней программы также в 10.00 и продлится утренняя программа примерно до 2-3, затем у нас перерыв в 17.00, торжественная церемония открытия. И вечером у нас ждет, конечно же, очень интересно. В 18.00 мы продолжим. Ну а сейчас, дорогие друзья, мы с вами прощаемся и предлагаем вашему вниманию напоследок насладиться яркими событиями сегодняшнего соревновательного дня. До скорых встреч в эфире, дорогие друзья. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...